Уже больше месяца в республике действуют новые дифференцированные тарифы за электричество. Всего выделили три временных периода с минимальными и максимальными нагрузками на энергосистему. Теперь самые экономичные часы для пользования бытовыми приборами с 11 вечера до 6 утра, а самые затратные с 17 до 23. При этом в выходные и праздничные дни действует низкий тариф. Каждый потребитель имеет право выбрать по какому тарифу ему рассчитываться, по основному или с применением дифференцированной оплаты. Я думаю, что это более выгодно для тех потребителей, которых не привязаны к графику работы. Пенсионеры наши, домохозяйки, мамочки, которые находятся в декретном отпуске, которые знают примерно свое среднемесячное потребление и могут распределить его на период минимальных нагрузок. От использования электроприборов во время максимальных нагрузок можно отказаться. Это обязательно отразится на кошельке. Только стоит помнить правила пользования жилыми помещениями. С 11 вечера до 7 утра лучше воздержаться от включения стиральной машины, пылесоса и фена. Во многих многоквартирных домах хорошая слышимость. Что же касается суммы экономии при переходе на трехзонный тариф, здесь все индивидуально. Это экономичнее, позволяет как-то рассчитать бюджет и знать, в какое время ты находишься дома, и когда тебе лучше где-то выключить света, когда можно и побаловаться. Удобно будет. Почему? Ну, потому что больше времени суток мы дома находимся, и как бы свет у нас больше идет, расходы. Чтобы перейти на оплату по времени суток, собственнику жилого помещения с заявлением нужно обратиться в энергоснабжающую организацию. Для жителей Бобруйской района это сервисно-расчетный центр на Минской 96. Консультацию можно получить и по телефонам. Если уже установлен у вас электронный прибор учета, то энергоснабжающая организация на основании вашего заявления проведет параметризацию прибора учета и внесет изменения в договор электроснабжения. Если же у вас установлен индукционный счетчик, то необходимо приобрести электронный прибор учета самостоятельно или дождаться, пока энергоснабжающая организация заменит вам его в рамках реализации модернизации. Сегодня в стране электронными счетчиками пользуются более 50% абонентов. В настоящее время Могилев Энерго системно проводит работу по замене индукционных приборов учета. Весь парк планируется оснастить к 2023 году. К слову, приобрести более точный счетчик можно и самостоятельно. Цена вопроса – 102 рубля. Счетчик белорусский изготавливает фанепельский завод. Счетчик многотарифный. Он изначально не запрограммирован на тарифы. Тарифы устанавливают электросети наши местные. То есть они бесплатно должны вам запрограммировать под ваши тарифы. И все-таки выбор, по каким тарифам рассчитываться, остается за каждым. Елена Кутузова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.